Угу. Уважаемые председатели, уважаемые члены Конгресса, мой доклад, как уже сказали, посвящен архетипическим образом птиц в геральдике и мифотворчестве. Как известно, мифологизация образа птицы, она восходит в глубокой древности. Птицы издревле считались божественными сущностями, и им посвящены многочисленные памятники искусства. Изображения птиц имеются на шумерских клеймах, печатях, птицам поклоняются люди. На статуе фараона Хефрена, 4-й династии Древнего Египта, сокол, как символ бога Гора, объемли крылами голову фараона. Надо сказать, что начиная с Палеолита и вплоть до Железного века встречаются изображения птиц в виде креста или крестообразной формы. Вот на приеденном рисунке мы видим изображение эпохи бронзы, найденной на Северном Кавказе. А вот это ЭЛАМ. Что такое? ЭЛАМ это... Первая кнопочка. Первая кнопочка. Нет, нет, в другую сторону. От себя. От себя. От себя. Нет, нет, на кнопочку нажмите. Это убить можно. Нет, 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 вот смотрите. Вот так, вот она светит. Только на первой кнопочке, первой. Это ЭЛАМ, 4 тысячи лет до нашей эры. Надо сказать, что крест является универсальным символом. Он встречается в орнаментах всех народов. Крест на груди носили египтяне древние, ассирийцы, греки, этруски, североамериканские индейцы. Крест, как символ христианства, был узаконен, надо сказать, только в 4 веке нашей эры. На рисунке 2 даны изображения птиц уже с крестом или с властикой на груди. Эти рисунки, значит, это вот Мексика, рисунок А, рисунок 2 Б, Европа, 6 век нашей эры, рисунок В, это северное искусство североамериканских индейцев. Достаточно убедительна гипотеза происхождения креста в связи с идеограммой птицы. Ариэль Галлан доказывает, что вначале крест был символом Бога Земли. Впоследствии при смене, кардинальной смене верований, примерно 3000 лет тому назад, происходит замена, как бы, семантики, выражения, символики этого креста. И крест становится уже солярным символом. В связи с этим и птица, образ птицы становится выражением, олицетворением Солнца, воспринимается как идеограмма Солнца. Несмотря на изменения семантики, крылатые представители Бога Земли, такие как ореол, коршун, ястреб, а также петух, ворот, считались, остались культовыми. Это же относятся к ласточке, кукушке, сове, голубю и другим птицам, которые соотносились в позднее палеолитическое время с великой богиней неба. Она одновременно была и подательницей жизни, и демоном, пожирателем, демоном смерти. В связи с этим упомянутые в мифотворчестве птицы в большинстве своем амбивалентны. Они являются носителями добра и зла одновременно. И в большинстве религиозных традиций птицы являются связующим звеном между небом и землей. Изображение божества в виде птицы или на фоне птицы имеет древние традиции. Древняя египетская Исида принимала вид ласточки. Великий тот изображался с головой Ибиса. Орел символизировало солнце для индусов эпохи Вет. Далее он стал эмблемой Зевса и Юпитера. В Библии орел является в Ветхом Завете, знаменует величие Бога. В христианстве орел стал символом Иоанна Богослова. Парные и двуглавые птицы, в том числе и С-образные. Эти птицы хорошо соотносятся с архетипами близнецов, символизирующих плодородие, а также с архетипом двуликого Януса. Двуликого Януса, который трактуется как прошлое и будущее, жизнь, смерть и многое другое. Вот здесь на этом рисунке приведены дописьменные графемы. Дописьменные графемы, которые изображались на скифский сосуд 4 век до нашей эры. Я не знаю, три штуки. Далее рисунок Армении, первое и второе тысячелетия до нашей эры. А рисунок Г – это композиция «Птица со змеей». Древнее мексиканское творчество. В процессе мифотворчества разных народов сложились характерные образы птиц. И нами было выделено четыре группы. Первая группа при исследовании – это птицы, демиурги и фениксы. Вторая группа – птицы-борцы с хтоническими сущностями, олицетворяющими в основном хаос низа. Третья группа – большинство птиц. Амбивалентные птицы, связующие посредники между небом и землей. Ну и, наконец, четвертое – это птицы, символы духа и души, продолжением и развитием которых являются ангелы. Остановимся на них конкретнее. Демиурги. Одним из демиургов, создавшим небо, небесные светила, землю людей, был ворон. Считается ворон. Ворон является культурным героем, одновременно трикстером и первопредком полиазиатов и индейцев Северной Америки. В полинезийских мифах могущественный бог моря Тангароа воплощается также в разных морских птиц. И его сын тоже в виде птицы тури создает землю, рельеф островов, творит людей, дает им имена. Некоторые птицы-демиурги соотносятся с фениксом. В частности, в египетской мифологии это Бену, бог цапля, который возник на обелиске из хаоса, что знаменовало начало сотворения мира. Бену считался душой бога солнца Ра. Сам Ра, особенно его ипостась Ра Гарахути, обычно изображался в виде сокола. В мифах Западной Индонезии бог верхнего мира Махатала, он творит мировое древо, творит средний мир. Далее на ветви мирового древа опускаются самец и самка, птица-носорога, завязывается борьба, уничтожаются птицы, мировое древо, а вот уже из-за обломков их возникают элементы ландшафта и первые люди. В античное время феникс, вообще происхождение слова ассирийское, феникс это орлоподобная птица с раскраской огненных цветов. Это аллегория бессмертного солнца. В исламе феникс ассоциируется с анка, в иранской мифологии свящей орлоподобной птицей химурга. В авистийском варианте это птица Сен-Мурф, фантастическое существо с головой льва, с головой лапами пса, с крыльями и рыбьей чешуей. Сен-Мурф обитал на древе всех семян, господствовала в трех стихиях и считался царем птиц. Если взять, да, достаточно близки к Сен-Мургу и греческие грифоны, которые считались крылатыми псами Зевса, охранявшими золото в стране гипербореев. В славянской мифологии в языческий патон Владимира входило похожее, по мнению большинства исследователей, божество Се-Маргл или Се-Маргл, некое, так сказать, подобие крылатого пса, образ вооруженного добра, охраняющего посевы и семена. Китайская мифология. С 15 века до н.э. фигурирует царь птица Фэнхуан, подобная фениксу. На поздних сосудах она напоминает несколько павлина, а также фигурирует бессмертный журавль Хэ. Вот этот бессмертный журавль олицетворяет светлое начало Ян. Он трансформируется, меняя цвет и сущность. И надо сказать, что с начала нашей эры, ну, в какой-то мере, как Горуда, что ли, он становится ездовым, значит, журавлейки становятся ездовыми животными бессмертных Сянь. Примерно во время II тысячелетия до н.э. и позже начинает складываться уже представление о полярных божествах. Появляются у птиц две ипостаси – благой и демонический Симург. Появляются два ворона – пожилой, значит, старый ворон и молодой. Далее, если взять одно из древних сказаний прионежья о сотворении мира, то там фигурируют белый гоголь и черный гоголь, что соответствует оппозиции белобог-чернобог. Надо сказать, что дуализм проявляется и в противоборстве птиц с хтоническими сущностями. Это вторая группа. Чаще со змеями. К этой группе прежде всего относится Гаруда. Гаруда означает пожиратель, и в индуистской мифологии это царь-птица с лепительно сияющим телом, имея человеческое туловище, крылья и голову орла. Это именно эсценция солнечной природы. Надо сказать, что Гаруда находится в состоянии постоянной вражды с нагами и змеями в целом. То есть отражается борьба солярного и фтонического противника. В конечном счете Гаруда становится эмблемой Вишну и его Ваханой – ездовым животным. Бог Вишну примечательно, что Гаруда и Наги, с которыми воюет Гаруда, это дети одного и того же отца от разных матерей, божественного Риши Кашьяпы, чем подчеркивается первоначальное единство сотворения мира. Итак, Гаруда – это универсальный архетипический образ. Он фигурирует и в буддизме, и в монгольских мифах Хангаруст, в тувинских херете, бурятских хардик, якутских хардай и так далее. Упомянутый выше Демюрк Махатала образует антагонистическое единство с змееподобной богиней Джатой, и они вместе создают Средний мир. Далее. В сотворении, значит, в паре в оппозиции с иранским Симургом и каракусом черной птицы туркоязычных народов находится дракон Аждарха. Цикл мифов посвящен борьбе бога солнца Ра, воплощенного в образе сокола с силами мрака, олицетворяемыми змеем Апопом. Зевс, эмблемой которого является орел, борется с хроническим чудовищем Тифоном. Особо следует отметить божество Абраксос. Вот рисунок 4 Г, божество Абраксос, чтимое Василидами, это первые и третьи века нашей эры, пифагорейцами Василидами. Значит, божество вообще объединяет черты верха и низа. Мы видим петушиную голову, воин доспеха с петушиной головой и две змеиные ноги. Но, в принципе, вообще это божество солнца, это победитель дракона, и Абраксос это одно вообще из имен бога Митры, бога солнца. И некоторые даже связывают его с первопринципом и уподобляют Брахме. Надо сказать, что в Африке жизненные силы, они олицетворяются, жизненные силы олицетворяются птицами, а смерть ассоциируется со змеей. А единоборство, схватка журавля со змеей в Китае даже вошла в ранг единоборств. Третья группа. Птицы-посредники между небом и землей. Абивалентность этих птиц, она связана с двоичностью древних богов, то есть с наличием у одного и того же бога двух ипостасей, небесной и земной. Есть, правда, птицы с сугубо отрицательными качествами, гарпии, сирены. Наряду с этим есть и благостные сущности. Но большинство птиц амбивалентно. Прежде всего, ворон. Но ворон, он сам хтаничен. Он связан с землей, с царством мертвых. Он нередко одноглаз, но, как всегда, но всегда мудр. У корейцев трехпалый ворон олицетворяет солнце. Но, несмотря на две ипостаси, чаще всего это вестник смерти и кровопролитие. Но, безусловно, следует упомянуть среди амбивалентных птиц уже птицу Симурка, которой я говорила, да и львина, головое божество Анзут, шумерское. Дальше. Петух. Петух Израиля считался вещей птицы, возвещавшей криком пробуждения светила. У древних славян он связан с огнем. Его принозили в жертву сварогу Перуну. В древних поверьях, правда, петух тоже хтаничен. Он может трансформироваться в змея. Но это говорит о древней связи его с богом Земли. Но в народной традиции петух чаще всего имеет положительное отношение, поскольку крик его отгоняет нечистую силу. Двоякое отношение в мифотворчестве проявляется к павлину. Это птица, приносящая несчастье, беду. Но, с другой стороны, это любимая птица Будды. И ислам также чтит ее и связывает с Солнцем и Луной. К амбивалентным птицам относятся кукушка, лебедь, аист, сова. В славянском эпосе отметим глашатая буря птицу Гамаюн, которая, вылетая из морских глубин, управляет погодой и чаще проочит бурю. В то же время Гамаюн наделен чудесным голосом. Он способен зачаровать, предсказывает будущее. Образ ласточки трансформируется во времени. Он ассоциировался в Древней Египте с Исидой. Был посвящен Афродите в Древней Греции. Значит, ассоциировался с Акадской Иштар, она же шумерская Инанна. А в христианстве стал уподобляться Деве Марии и стал символом святости. Жаворонок в славянской мифологии глашатой весны в христианстве стал божьей птицей, ибо по преданию вынимал тернии из венца Христа, и его благословила Богородица. Со временем, под влиянием христианства, птицы становятся символами духа и души. Четвертая группа. К дохристианским мифологическим образом относятся две птицы-сестры, обитающие в славянском раю, в Ильи. Это алконост и сирин. Но обе управляют погодой. Алконост выводит птенцов на берегу моря, погружая их на семь дней в глубину вод. Но помимо этой функции, птицы имеют чарующий голос, способны зачаровать вплоть до смерти, которая жила. Сирин – это птица печали, алконост – птица радости. Голубь. В мифах Полинезии, рупе – глашатый верховных духов, покровитель мира и покоя, изображается в виде голубя или человека с головой голубя. Важнейшим символом святого духа в христианстве становится голубь. И вот то, о чем говорил Илья Викторович – голубица, а не голубь. И даже потому что нет в арамейском языке, в древнееврейском, мужского рода. Значит, это мать. И Христос называет голубя матерью. Именно в этом образе дух святой появляется в момент крещения над водами Ордана. В ветхозаветных преданиях о первозданном духе также фигурирует огромная птица, которая витает с кормом над гнездом с птенцами. В исламе эта птица ассоциируется с гигантской птицей рух. Рух означает дух. И таким образом вырисовывается, возникает образ мировой птицы, которая согревает своим теплом мировое яйцо. В христианстве птицы небесные именуются ангелами. В исламе – малаика. Они символизируют, олицетворяют высшее состояние и уровни бытия. Теперь переходим к изображению птиц в эмблематике и геральдике. Эмблемы птиц. Вот это первое, значит, рисунок 4А. Птица в овале или в круге зубчатом. Значит, 3000 лет до нашей эры. Уже на древних графенах в эмблематике птица появляется как солярный образ. Далее изображение птиц появляется в иероглифическом письме. И вот насколько иероглиф коршун… Это сокол. Сокол, мать, мать, мут, да? Нет, мут – это коршуница. Коршуница. Но это сокол, это гор. Сокол. Вот, нет. А на рисунке 4Б изображен Рага Рахути. Сокол. Ну, это, по сути, совмещенная ипостась бога Ра и Гора. Сокол с солнечным диском над головой. И он находится в окружении бабуинов, символов первичной Агдаады, первичных богов, приветствующих рассвет. Рисунок 4В. Здесь изображен акадское клеймо или печать. Акадский бог Эйя, он же шумерский Энки. Сам с крыльями, значит, с орлом. Это тот самый Эйя, который породил главное божество Мордука. О нем тоже сегодня говорилось, сражавшегося с Тиаматом. Ну и, наконец, рисунок Г. Это уже опоминавшийся Абраксос, опять-таки, гемма. Гемма – начало, первый век нашей эры. Надо сказать, что в Риме появляется, значит, у каждого легиона был определенный знак, сигнум, в виде навершия. И в 104 году до нашей эры консул Гай Мари установил единое навершие в виде орла над венком. Это был прообраз, прототип современных гербов. Что касается современной Геральдики. Архетипические образы буквально пронизывают ее. На прошлом семинаре я делала доклад об архетипических образах на государственных флагах. Но надо сказать, что изображения, образы птиц, они присутствуют только на нескольких государственных флагах. Что касается гербов, то они составляют 35 их процентов, не менее. Мною проанализировано 75 гербов, включая 6 гербов зависимых территорий. И вот, значит, какие получились результаты. 28 гербов из 75 занимают изображение орла. В основном они играют доминирующую роль. Но это 28 гербов с орлами плюс 4 герба с изображением андийского кондора из семейства грифов-пожирателей. Если добавить сюда еще ястреба, если добавить сокола, мы получаем 50% гербов. Гербы встречаются как... Ну вот вы видите, одноглавые в основном. Первый это, значит, орел германский с окровавленными лапами и клювом. Дальше, значит, встречаются орлы с крестом в клюве, крестоносцы, с короной. Встречаются двуглавые орлы, ну, условно, так скажем, византийского типа. Здесь представлен герб России, но это и гербы Албании, Черногории, и Сербии. Все практически головы орлов смотрят влево. И только на двух, вот один из них тут привезен, это и Иордания, значит, в Иордании, и на гербе Сирии головы орлов повернуты вправо. Выделяются орлы, вот, орел Египта, очень, значит, так называемый орел Саладина, в честь великого султана, правившего в Египте в 12 веке. Герб Соединенных Штатов Америки венчает, значит, белоголовый орлан. Мексика. В Мексике это герб, значит, представляет орла, а точнее птицы семейства соколиных, называемая каракара, в схватке со змеей. Ну, здесь еще приведен герб Эквадора, Эквадора это здесь гриф, гриф семейства пожирателей. Орлы могут составлять основополагающие эмблему, могут составлять часть эмблем. Вот на гербе Армении мы видим, орел символизирует вот здесь часть исторической провинции, и в то же время орел является одним из щитодержателей. Орлы, естественно, изображение орла на гербе, это претензия и на высокое самосознание, и на духовность, ну, а прежде всего, архетипический образ орла символизирует силу и мощь государства. Соколиные. Соколиные имеют место на гербе Ливии в виде золотого сокола, и позже я покажу, значит, на гербе острова Мен. Вот последний герб острова Мен, зависимый территорией, здесь изображен в качестве щитодержателя сокол-сапсан. Из архетипических мифинических образов, вот этот рисунок посвящен этому, значит, прежде всего следует отметить упоминавшийся образ Горуды. Образ Горуды является основой двух гербов, герба Таиланда и герба Индонезии. На гербе Таиланда это типичный солярный образ, значит, Горуда изображена человеческим лицом, огненно-красной окраски, почитается в буддизме. Что касается Индонезии, то это страна исламская, но они чтут этот символ, как символ, почитаемый предисламскими королевствами. Горуда имеет название Панча Шила. Панча Шила – это индонезийская идеология и философия, которая олицетворяет пять их принципов. На груди Горуда изображен щит вот с этими пятью принципами. Примечательно, что она держит в лапах ленту, там, значит, денис поэта XIII века Мио Тантулара «Единство в многообразии». Далее, Латвия и герб Литвы. Здесь щитодержатель, а также эмблема исторической провинции Серебряный Грифон. Исландия. Обратите внимание, значит, один из щитодержателей – это фантастический орел, один из четырех хранителей страны из саги XIII века знаменитого… Что? Чья сага? Какой век? Снорий XIII век. Есть такой автор знаменитого ирунического эпоса «Снорий и Стургуссон». Младшая Эдда. Есть старший импульс. Да, вот он, младшая Эдда. Так вот, этот орел взят из саги «Снорий и Стургуссона», который писал в Латшуэд. Он был убит в 60 лет, но это уже другая история. Так, что, Илья Викторович? Пять минут у вас еще. А, да. Я просто… Нет, добавлено, добавлено. Еще пять минут на вопросы. Так что пять минут смело можете лицезветь. И вопросы еще, да? Еще вопросы. А, ну хорошо. Так, обратите внимание, пожалуйста, Киргизия, Узбекистан. Значит, там изображены мифические птицы. Хумо – птица добра и счастья. А Киргизия – это белоснежный кречет из эпоса киргизского Аманаси. Дальше обращаемся. Зимбабве. Существует город, древний город Великий Зимбабве. В развалинах храма находится знаменитая каменная птица. Это символ Зимбабве. Гватемала, пожалуйста. Птица практически истребленная священная птица индейцев. Кетцаль. Кетцаль. Кения. Кения. Упоминаемый в фольклоре и в традициях многих народов. Петух. Символ длительности рассвета. В лапе у него топор. В Австралии. Ну вот здесь плохо видно. Тут символы отдельных штатов. Сорокапу. Чёрный лебедь на взлёте. И страус эму, как щитодержатель. И, наконец, вот такой интересный герб острова Мэн. Мы видим такой знак, как трискилеон, трисоединённых ноги. Это разновидность своего рода древней свастики. Или три кветра древнего знака. И в качестве щитодержателя герб очень древний. Выступают вороны, о которым я уже говорила. И сокол сапсан. Существуют птицы, гербы с изображением птиц, как символов национальных государств. Но прежде всего, вот здесь мы видим Уганда, венциносный журавль. Дальше символ Судана, главная эмблема. И солярный символ Южноафриканской республики, птица-секретарь. Дальше райская птица на боевом барабане по Апуановой и Гвине. И чайка. Чайка на нескольких гербах стран Океании присутствует. Но вот если интересно, это Кирибати. Это страна, которая находится на линии смены дат. Одна сторона по другую, по одной и по другую сторону. Линии смены календарных дат. Кирибати это делается? Это Океания. Это Океания. И вот здесь чайка, значит, над светилом. Ну и, наконец, я не буду говорить, там на ряде гербов имеются попугаи, фламинго, два кингвина на зависимых территориях. И, наконец, голубь. Голубь находится на семи гербах современных. Но прежде всего, вот здесь Кипра и Гвинея, здесь традиционный голубь с оливковой ветвью. Герб Либерии. Либерии, как вы знаете, в 1924 году туда были завезены освобожденные рабы из Америки. Это бывший христианополиус, голубь со свитком. И на одном из гербов, тоже стран Океания, Маршаловых островов, находится ангел, осеняющий землю золотыми крыльями. И вот над головой ангела восходит солнце. Ну, у меня еще есть там три минутки, да? Либо пять минут на вопрос, либо можете использовать десклодорку. В заключение я хочу остановиться на символике образа втиц в целом. В какой-то мере это будет перекликаться вот и с последним докладчиком, с тем, что говорил последний докладчик, написавший книжку с авторством Силье Викторовича. Виталий Константинович Севрюгин. Виталий Константинович Севрюгин. Ряд исследователей, в частности Ариэль Голан, упоминаемый мной, приходят к выводу, что мифологизация образа птицы, она возникает из-за внешнего сходства с абстрактным символом. Голан говорит, поверья в принципе иррациональны и в малой степени отражают реальность бытия. Вот это хорошо согласуется с концепцией Рене Генона, который считает, что символы, так сказать, согласно которому универсальные символы даны нам свыше. Рене Генон говорит о коллективной памяти, в какой-то мере противопоставляя эту коллективную память коллективному бессознательному юнгу. И Рене Генон считает вот эту коллективную память отражением памяти космической. Надо сказать, что он подчеркивает, что мифотворчество и фольклор слагаются, как он говорит, из дегенеративных, угасших элементов традиции. Но это единственный способ спасти хотя бы что-нибудь из них. Отсюда и важность их изучения. Так вот, в различных традициях упоминается таинственное наречие, которое именуется язык птиц. Эта способность понимать этот язык птиц олицетворяет связь с высшими уровнями. Святой Франциск Оссийский, который жил в 12-м, начале 13-го века, знаменитый основатель мужского и женского францисканских орденов, он по преданию понимал язык птиц и считал птицам проповеди на их языке. Он увековечен во многих картинах, начиная с великого Джотта. И он считается наиболее приближенным к краю святых. Рене Генон подчеркивает, что птицы – это символы ангелов в исламе Малаика, то есть высших состояний. Они находятся на ветвях мирового древа, ось которого проходит через разные уровни бытия. Так вот, оппозиция высших и низших уровней, она символизируется борьбой дэвов против асуров. Особенно хорошо это видно, в частности, в поздних упанишадах, где уже есть различия между дэвами и асурами. Она символизируется борьбой гаруда против нагов, борьбой орла и других царственных птиц против змей и драконов. И надо сказать, что вот эту борьбу во многом облегчала ритмизованная речь, знание языка птиц. Зигфрид из сказаний о небелунках понимал язык птиц, он победил дракона, да, и благодаря этому, значит, мог обрести бессмертие. Дальше. Адам. Адам в раю, в исламской традиции, говорит стихами. Дэвы в борьбе с асурами выпивали веды, что тоже облегчало им эту борьбу. Поэзия в античности называлась «Языком богов». В книге Библия и Евангелие написаны ритмизованным языком. Поэтому в известном приближении, в нашем, на Средиземном варианте, это ритмизованная речь, это поэзия. Я хочу привести несколько строчек. Константина Бальмонта, одна минута. Он сказал, не только тот поэт, который с песней звонкой, и тот, кто в неге томной, хранит певучий свет. Вот эти хранители певучего света, это в первую очередь птицы, да, или высшее состояние их ангелы. Но приближение вот к этому, оно позволяет соприкоснуться с высшим уровнем людей и в какой-то мере гармонизировать окружающий мир. О чем, кстати, вот только что говорил предыдущий докладчик. Так, и последнее. Я выражаю глубокую благодарность Елене Викторовичу за неоднократные консультации, которые имели очень большую пользу. Были весьма полезны. Спасибо. Спасибо за внимание.